Здравствуйте! Как проходит очередной этап кассовой реформы, какие преимущества у онлайн-кассы и на какие детали нужно обратить внимание предпринимателям и покупателям? Об этом говорим. В нашей студии начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Самарской области Константин Магда. Константин Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, на каком этапе проведения кассовой реформы мы сегодня находимся и какие-то итоги можно уже, наверное, подвести, потому что это не первый год она уже проводится. Да, совершенно верно. Кассовая реформа, переход на так называемую онлайн-кассу у нас уже проходит с 2016 года. Первый этап у нас завершился 1 июля 2017 года, когда предприятия крупного бизнеса перешли на онлайн-кассы. 1 июля 2018 года средний бизнес перешел и с 1 июля текущего года на онлайн-кассы перешли практически все. Мы планировали, что это будет заключительный этап перехода на онлайн-кассы, но буквально от 6 июня этого года законодателям принято изменение в законодательство о применении контрольно-кассовой техники. И для определенной категории индивидуальных предпринимателей отложили, так сказать, введение онлайн-касс до 1 июля 2021 года. Но это самые такие маленькие предприятия, индивидуальные предприниматели, без наемных работников, которые оказывают услуги населения, либо реализуют товары собственного производства. Только этой категории предусмотрена отсрочка до 1 июля 2021 года. А претендовать на налоговые вычеты при покупке кассы, вот я даже помню эту сумму, 18 тысяч рублей, да, с копейками, да, еще можно или нет? Или кто может вообще на это претендовать? Нет, заявляют еще сейчас вычеты на приобретение контрольно-кассовой техники, но только те индивидуальные предприниматели, которые отчитываются по ЕНВД, либо применяют патентную систему налогообложения, и при этом они зарегистрировали кассы до 1 июля 2019 года. Ну и при этом они не имели наемных работников. То есть вот если регистрация прошла не позднее 30 июня этого года, регистрация, еще раз повторюсь, не заявление о регистрации контрольно-кассовой технике, а именно уже регистрация прошла до 1 июля этого года, они в течение 2018, за налоговые периоды 2019 года могут заявлять налоговые вычеты на приобретение контрольно-кассовой техники. То есть это вот сейчас остался третий квартал 2019 года и четвертый квартал 2019 года. Каким должен быть вообще чек сегодня? Современный или уже устаревший? Обязательные реквизиты какие у него? И чек в электронном виде. У него такие же полномочия, преимущества и юридическая сила? Ну сейчас, сейчас кассовый чек должен выдаваться при любом расчете. Будь то наличный расчет, будь то безналичный расчет, либо расчет с использованием платежной карты. Выдаваться должен именно кассовый чек. Какие реквизиты? Основной реквизит это QR-код. Двухмерный QR-код, квадратик такой с точечками. Соответственно, если вам выдают какой-то платежный документ, на котором отсутствует QR-код, это является нарушением действующего законодательства. Прошу у всех обратить внимание. Иногда мы расплачиваемся банковской картой, выдают так называемый слип-чек. Это просто подтверждение перевода денежных средств с одного счета, со счета покупателя, на счет продавца. При этом этот документ не является платежным документом в понимании законодательства о применении ККТ. И, соответственно, здесь уже есть нарушение действующего закона. Кроме того, зачастую выдаются товарные чеки, приходно-кассовые ордера, какие-то накладные. Вот они тоже не являются документом, свидетельствующим и подтверждающим осуществленный расчет. Поэтому всех призываю, если вам не выдали кассовый чек именно с QR-кодом, а это является нарушением действующего законодательства, и который подтверждает, в свою очередь, осуществление расчета, просим вас обращаться в любой территориальный налоговый орган. Есть у нас места для сбора таких платежных документов, в каждом налоговом органе размещены. Туда можно отправить этот платежный документ. Ну, необходимо, конечно, в любом случае указать, где осуществлялся расчет, по какому адресу. Ну, и желательно, ваши, конечно, контактные данные. Для того, чтобы мы по каждому такому случаю, когда вам не выдан кассовый чек, проводили контрольные мероприятия, и, естественно, при наличии оснований привлекали к административной ответственности. Это вы сейчас говорите о том, как проверить легальность кассового чека? Или нет? Или это немножко другое? Нет, легальность это несколько иное. Это вообще, вот если вам выдали документ без QR-кода, это однозначно нарушение действующего законодательства. Бывают случаи, что и выдают вам кассовый чек с QR-кодом. Вот легальность этой торговой операции легко проверить. Ну, у каждого из нас есть смартфоны, планшеты. Соответственно, получив этот чек с QR-кодом, ну, необходимо просто-напросто скачать бесплатное мобильное приложение в Play Market или в App Store, либо просто проверить этот кассовый чек на сайте Федеральной налоговой службы, забив определенные реквизиты. А если через мобильное приложение проверка кассовых чеков, то всего-навсего нужно отсканировать QR-код. Соответственно, отсканировав QR-код, вам приходит подтверждение, что чек легальный, либо что чек нелегальный. И, соответственно, нажав кнопочку, вы отправляете автоматически жалобу в Федеральную налоговую службу. По каждому такому случаю мы проводим контрольные мероприятия. А вот что касается электронного кассового чека, вы второй вопрос задали, да? То есть сейчас можно получить не только бумажный кассовый чек, но и электронный кассовый чек. Но при этом покупателю необходимо до момента осуществления расчета сообщить продавцу о том, что вы хотите получить электронный кассовый чек либо на ваш абонентский номер, либо на адрес электронной почты сообщить эти реквизиты, и вам будет направлен электронный кассовый чек. Он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный кассовый чек. Кроме того, даже получив бумажный кассовый чек, если вы не заявили перед осуществлением расчета о том, что вам нужен электронный кассовый чек, вот этот вот бумажный кассовый чек вы также можете получить на сайте оператора фискальных данных. Если вот обратили внимание, наверное, вначале мы говорили о реквизитах, да? Я говорил, что QR-код – обязательный реквизит. Ну, кроме того, еще и реквизит есть там такой ОФД – оператор фискальных данных. Это та организация, через которую происходит передача информации о каждом осуществленном расчете в Федеральную налоговую службу. Соответственно, на кассовом чеке есть наименование оператора фискальных данных. Зайдя на сайт оператора фискальных данных, введя определенный реквизит, опять же, с кассового чека, там 3-4 реквизита, а может быть в некоторых случаях и 2 реквизита, да, в зависимости от оператора фискальных данных, вы можете себе на электронную почту получить электронный кассовый чек. Ну, в чем преимущество? Вот электронного кассового чека, наверное, уже многие оценили. Бумажный кассовый чек, сами мы знаем, там время проходит определенное, там полгода, и все, на нем уже, если не в темноте, он хранится, и не в прохладном месте, да, реквизиты там мы уже не различим никакие. А электронный кассовый чек, поскольку он имеет такую же юридическую силу, он может храниться где-то там на электронном носителе бесконечно долго. Ну, если ничего не случится с электронным носителем. Интернет-торговля сегодня набирает обороты. Может быть, обратите внимание на некоторые детали, что нужно обязательно помнить, потому что, чтобы доказать, что это пришла одежда не твоего размера или там испорченный товар, как все это вернуть, нужен же чек будет в любом случае. Ну, вообще не только для электронной торговли, да, нужен кассовый чек для того, чтобы потом подтвердить, да, что... Ну, с нашим привычным мы уже как-то понимаем, что делать сохранять и нести его там куда-то. Ну, с электронным то же самое, все. В сети интернет также необходимо. Вы, когда заходите на сайт какой-нибудь торговой организации, да, вам предлагают ввести, ну, когда оплата происходит, да, предлагают ввести определенные реквизиты, в том числе адрес электронной почты. Это сделано и для того, чтобы вам потом направили на адрес электронной почты электронный кассовый чек. Здесь бумажный кассовый чек уже не является обязательным. То есть вам направят на адрес электронной почты и должны, в принципе, направить электронный кассовый чек. Поэтому, если не направили вам в интернет торговли электронный кассовый чек, здесь уже надо задуматься. Вообще вот легальности, да, торговые операции, осуществление расчета. Вообще организация может быть, зачастую бывают такие случаи, жалоб-то очень много приходит по этому вопросу, что вот деньги ушли, товар не пришел. Да, и чека не есть. Ну, чека, естественно, не будет, если и товар, тем более, не пришел. Поэтому здесь внимательно нужно относиться все-таки. И тоже на горячую линию обращаться. Да, можно обращаться на горячую линию, можно обращаться, и призываю всех, обращаться в территориальные налоговые органы, еще раз говорю, там есть места для сбора платежных документов и обращений по вопросу соблюдения законодательства о применении контрольно-косовой техники. Специальные ящики установлены в каждом налоговом органе, поэтому туда вот можно по телефону позвонить, можно обращение написать и через сайт Федеральной налоговой службы. Для этого нужно зайти на сайт ФНС России, выбрать... А личный кабинет тоже? Через личный кабинет можно обратиться, да. То есть как хотите, можете по почте, по старинке, но это редко уже сейчас бывает, все владеют интернет-ресурсами, и поэтому в основном жалобы к нам приходят через интернет, либо вот в ящики для сбора. Рассмотрим ситуацию Михаила. Позвонил нам телезритель в редакцию. Сделал ремонт, сделал, но он плохо. Чек мне никто не дал, только за стройматериалы. Как теперь доказать и что делать? А что доказать? Как действительно вернуть деньги, наверное? Ну, деньги за некачественный ремонт, да. Там же вот не выдают действительно чек они? Или как в таких ситуациях выйти? Много, да, вопросов тоже таких поступает, обращений поступает, что вот, ну, в том числе вот рассмотрим мы ситуацию Михаила, да. Сделали ремонт, сделан некачественно, кассовый чек не выдан, как потом доказать, да, что платили деньги за ремонт. Даже через какое-то время, если что-то отвалилось, не сразу вот пришел, посмотрел, вроде бы так все хорошо. Да, то есть еще раз всех призываю, выполнили вам работу, либо оказали услуги, требуйте платежный, любой платежный. Ну, вообще, в идеале это кассовый чек. Ну, если у них касса отсутствует, хотя бы какой-то платежный документ требуйте, для того, чтобы можно было потом доказать. Хотя это вот, еще раз повторюсь, эти платежные документы не кассовые чеки, они свидетельствуют о том, что нарушается законодательство о применении ККТ, что, возможно, недобросовестный будет тот, кто вам оказывал услугу. Поэтому в идеале, в идеале нужен кассовый чек. Но если не выдают кассовый чек, еще раз повторюсь, требуйте любой платежный документ, чтобы потом вы могли доказать. Ну, приходит обращение, да, много таких приходит, и через год приходит, и через два приходит, после осуществления расчета. Но срок давности привлечения к административной ответственности за неприменение онлайн-касс один год. С момента не выявления, а совершения правонарушения. Поэтому вот зачастую приходит, там, я делал ремонт, там, в 16-м году, мне зубы ремонтировали в 17-м году, в 18-м году. Смотрим, срок давности привлечения к ответственности уже истек. Ну да, но проведем мы контрольные мероприятия. Сейчас у них онлайн-кассы, допустим, есть. А может, они сейчас уже и деятельность-то не осуществляют. Поэтому все-таки вот эти онлайн-кассы, это в большей степени рассчитаны на защиту прав и интересов потребителей, покупателей. А какие еще штрафы бывают за нарушение законодательства в применении контрольно-кассовой техники? Какие нарушения чаще всего проходят, и какие штрафы, размеры? Ну, если говорить об административной ответственности, то она довольно суровая. В 2016 году внесены изменения в Кодекс Российской Федерации о административных правонарушениях. Если до июля 2016 года там была административная ответственность для индивидуальных предпринимателей от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц от 30 до 40 тысяч рублей за непробитие кассового чека, то вот с июля 2016 года несколько изменилось. Ну и, наверное, справедливая система штрафов появилась. То есть для индивидуальных предпринимателей это от 1 четвертой до 1 второй суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, на не менее 10 тысяч рублей. А для юридических лиц от 3 четвертых до полной суммы расчета, на не менее 30 тысяч рублей. Ну, объясню, почему она более справедливая. Раньше, если жвачку продали за 10 рублей без кассы и автомобиль за миллион рублей без кассы, сумма штрафа одна и та же была, то вот сейчас юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности до полной суммы расчета. То есть если это миллион рублей за автомобиль, как мы говорим, то сумма штрафа может достигать миллиона рублей, а для индивидуального предпринимателя полмиллиона рублей будет административный штраф. Поэтому вот надо внимательно к этому относиться. Причем вот иногда говорят, ну, поймали вы меня один раз, да, привлекли к административной ответственности. Но здесь нет. Мы говорим о том, что здесь в совокупии идет, то есть если наукоплательщик на постоянной основе не применяет кассы, и мы доказываем эти факты, то по каждому этому факту мы привлекаем к административной ответственности. В совокупии тут может быть и миллионные штрафы. Есть такие уже штрафы. Там и 7 миллионов рублей административный штраф на юридическое лицо, на должностное лицо 1 миллион 200 был штраф. На индивидуального предпринимателя вот в этом году уже больше 100 тысяч, а один индивидуальный предприниматель привлечен в Самарской области к административной ответственности. Сумма штрафа более 100 тысяч рублей. Еще у нас есть вопрос от телезрителей. При продаже бахил мне не выдали чек. И обязаны ли это сделать? Были сделать? Ну, хороший вопрос, да. Я вот говорил о том, что отсрочка предоставлена в применении ККТ, предоставлена индивидуальным предпринимателям без наемных работников в сфере услуг либо торговли товарами собственного производства. Еще есть в законодательстве, в частности, в 54-м федеральном законе, статья 2, которая предполагает осуществление ряда видов, маленьких таких, небольших видов деятельности без применения контроля на кассовой технике. Вот, в частности, вот и реализация бахил, она освобождена от применения ККТ. Ну, если говорить, еще какие виды деятельности освобождены от кассы, это продажа мороженого в киосках, продажа в разлив питьевой воды и безалкогольных напитков. Причем вот был недавно случай, спрашивали о кофе. Можно вот в киоске продавать без кассы? Мы считаем, что кофе не относится к безалкогольным напиткам, и это действительно так. То есть кофе – это отдельная группа товара, которая к безалкогольным напиткам не относится, и, следовательно, необходимо применение контроля на кассовой технике. Ну, если еще говорить, кто освобожден от применения кассы, это налогоплательщики, которые организуют питание учащихся и работников образовательных учреждений во время учебного процесса. Товарищества собственников недвижимости освобождены от применения контроля на кассовой технике. Если они оказывают услуги своим членам в рамках установки, в составной деятельности либо принимают платы за коммунальные услуги, но здесь я хочу остановиться не все расчеты, а только безналичные расчеты. Ну, то есть ТСЖ, то еще у нас есть садоводческие товарищества, да, там паркинги всякие. То есть вот они при безналичных расчетах освобождены от применения контроля на кассовой технике. Физкультурно-оздоровительная организация при оказании услуг в области спорта, тоже при этом безналичные расчеты, да, организации, образовательные организации, которые оказывают образовательные услуги, опять же, хочу остановиться, это только безналичные расчеты. Если наличные расчеты, здесь применение кассы нужно. Ну вот, там достаточное, в принципе, количество видов деятельности, которые освобождены от кассы. Плюс еще индивидуальный предприниматель на патенте, осуществляющие ряды видов деятельности, которые тоже освобождены, можно, в принципе, ознакомиться с 54-м законом, там есть так. Ситуацию у Светланы, при перечислении алиментов мне не выдают кассовый чек, нужно ли это, как-то вот, справедливость восстановить, как она пишет? И зачем вот такой чек нужен? Справедливость здесь не восстановится с точки зрения 54-го федерального закона, здесь кассовый чек не нужен при перечислении алиментов, потому что у нас законодательство о применении ККТ говорит о том, что касса применяется при осуществлении расчета. А что такое расчет? Это прием и выплата наличных и безналичных денежных средств за товары, работы, услуги. Вот здесь алименты, это не товар, работа, услуга, поэтому здесь не требуется применение контрольно-кассовой техники, и поэтому никакого нарушения нет. Ну, вы сказали, что с 2016 года идет эта реформа, но наверняка вопросы еще остаются. И вы рассказывали в этой же студии об обучающих семинарах. Сегодня они также актуальны, или все-таки уже все понятно? Да, ну, нет. И как, если есть какие-то вопросы, как можно их решить, узнать информацию? Семинары также остаются актуальными. Если раньше больше вопросов было в части законодательства о применении контрольно-кассовой техники, когда, с какого периода нужно применять кассу, кому нужно, кто освобожден, то сейчас основные вопросы, это связанные непосредственно с применением онлайн-касс. То есть много вопросов возникает. К примеру, в какой момент пробивать чек, как пробивать, какие реквизиты должны быть в кассовом чеке. Вот это вот все вопросы, они актуальны на сегодняшний момент. Так же, как и раньше, мы проводим эти обучающие семинары, приглашаем туда поставщиков контрольно-кассовой техники, операторов фискальных данных, то есть всех тех, кто может объяснить, разъяснить, как именно пользоваться контрольно-кассовой техникой. Семинары у нас проходят регулярно. Информацию об этих семинарах мы ежемесячно размещаем на сайте Федеральной налоговой службы в региональном сегменте. Можете ознакомиться. То есть там будет информация, когда, где, кто проводит, во сколько проводят эти семинары. То есть если у вас есть такое желание и необходимость, посмотрите на сайте ФНС России дата, время, место проведения семинаров. Это все территориальные налоговые органы проводят такие обучающие семинары. Ну и управление в том числе. Если все-таки возникла проблема с чеком, то вы сказали, что можно приходить в любую инспекцию. Да, совершенно верно. И есть определенное какое-то место, где эти чеки рассматривают специалисты определенные? Или как? Как все это выглядит? Ну, смотрите, это недостаточно, я подробно объяснил. То есть в каждом налоговом органе у нас размещены ящики для сбора кассовых чеков, любых платежных документов, особенно актуально, если не кассовый чек вам выдали, да, какой-нибудь приходный кассовый ордер или товарный чек. Необходимо, ну, в идеале, конечно, это необходимо написать заявление, приложить этот платежный документ и опустить его в ящик для сбора кассовых чеков. В каждом налоговом органе в фойе они размещены, эти ящики. То есть по каждому такому обращению будут проведены контрольные мероприятия и, соответственно, при наличии оснований будут привлечены к административной ответственности, виновные в нарушении закона. А сроки рассмотрения вот таких вопросов какие? Ну, сроки рассмотрения по 59-му федеральному закону о сроках рассмотрения обращений граждан это 30 дней. И даже независимо в электронном виде ты обращаешься? Вот есть какие-то преимущества, да? Есть, если через личный кабинет индивидуального предпринимателя обращение идет или юридического лица, там 15 дней, по-моему, срок рассмотрения. Тогда вот... Там меньше, да. Можно, да. Еще один вопрос от телезрителей. Могут ли за неприменение ККТ остановить деятельность моей торговой точки? Да, могут остановить. Я когда говорил об административных штрафах, говорил, что есть справедливая шкала административных штрафов и достаточно суровые они, эти административные штрафы. Это вторая часть статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях. Есть еще третья часть КОАП, статьи 14.5, которая сказана при повторном совершении административного правонарушения предусмотрена приостановление деятельности либо дисквалификация должностных лиц. Административное приостановление деятельности это в отношении индивидуального предпринимателя либо юридического лица. Факты такие есть в Самарской области, и не один уже приостанавливали деятельность предприятия. Поэтому здесь нужно внимательно все-таки относиться и не ждать, когда вас первый раз налоговый орган поймает, а все-таки соблюдать действующее законодательство. При проведении таких массовых реформ федерального масштаба, конечно, всегда вступает в силу гражданский контроль у нас в регионе, на каком он уровне, и как это, опять же, выглядит. Это сигнал от граждан или что? Это сигнал от граждан, действительно, да. То есть если где-то не выдается кассовый чек, не применяется контрольная кассовая техника, информация, очень много обращений поступает и в территориальные налоговые органы, и к нам непосредственно в управление. Но если говорить о цифрах, то из всех проведенных контрольных мероприятий это более 70% по обращениям граждан проходит. Поэтому внимательно нужно налогоплательщикам относиться. Действительно, обращений очень много, очень. Поэтому гражданский контроль, ну и как бы я и говорю, реформа онлайн-касс, она в массе своей построена на гражданском контроле. Мы ведь, если раньше у нас не было информации о том, как используется контрольно-кассовая техника, то есть как часто пробиваются чеки, все ли чеки пробиваются. То есть до этой реформы в старых кассах информация о каждом расчете хранилась непосредственно в кассе. Ну и, соответственно, раз в год там блок приносили в налоговый орган, информацию скачивали с блока, какая выручка прошла. То сейчас информация о каждом расчете в режиме реального времени через оператора фискальных данных уходит в налоговую службу. То есть мы каждый расчет в режиме реального времени видим. То есть по каждому налогоплательщику, по каждой кассе мы можем в любое время зайти, посмотреть, как часто используется касса, используется ли она вообще. И, соответственно, если не используется, то уже есть прямые основания для назначения контрольных мероприятий. Давайте рассмотрим такую ситуацию, кафе, где не только кофе, но и различные блюда в меню. И пришли люди молодые и заказали себе только по чашке кофе, две чашечки кофе. Подошел официант, принес кофе, с ним расплатились с наличкой, и чека, в принципе, не выдали и ушли. Вот здесь какие нарушения, и у кого в данной ситуации могут возникнуть какие-то проблемы? Либо здесь ничего такого не нарушено? Ну, здесь надо смотреть вообще... Тем более, что вы скажете, что кофе – это какой-то особый напиток. Ну, не относятся к безалкогольным напиткам, будем так говорить, да? Ну, здесь надо рассматривать все-таки в совокупе все это вместе. То есть, когда осуществлен расчет, то есть, они могли деньги отдать официанту и сразу же уйти. А официант, получив деньги, должен подойти к кассовому аппарату, применить его и выдать кассовый чек. Ну, в принципе, а если он этого не сделал, то это уже проблема организации, да? Если он это не сделал, да, это проблема организации, поскольку за все, согласно Гражданского кодекса, за все действия своих сотрудников отвечает, в том числе, юридическое лицо, поэтому здесь нарушения есть, если он не применил кассовому аппарату. Я обратила внимание и решила узнать. Ну, вот, кстати, такой факт, можно сообщить налоговый, хотя бы позвонить по телефону. Телефоны все размещены у нас на сайте в региональном сегменте. Либо в управление можете обращаться непосредственно, либо в территориальный, ну, лучше, конечно, в территориальный налоговый орган, на территории которого был осуществлен такой расчет. Понятно. Подходит наша программа к завершению. Хотелось бы от вас еще услышать какие-то рекомендации, советы, ключевые даты, на которые тоже можно обратить внимание, может быть, предпринимателем еще и даже покупателем. Ну, ключевые даты я уже говорил. 1 июля – это заключительный этап кассовой реформы, за исключением тех, кто освобожден до 1 июля 2021 года. Еще раз повторюсь, это индивидуальные предприниматели, без наемных работников, которые оказывают услуги, либо торгуют товарами собственного производства. Вот отсрочка для них дана на два года. Ну, а всех призываю использовать контрольно-кассовую технику налогоплательщиков, потому что штрафы действительно высокие, вплоть до, как мы с вами говорили, вплоть до приостановления деятельности. А граждан, все-таки, если вам не выдали платежный документ, все-таки защитите свои права. Либо потребуйте любой какой-нибудь платежный документ, и об этом необходимо будет сообщить в налоговый орган. Либо требуйте кассовый чек. Все-таки права ваши должны быть защищены. Потому что потом, не имея на руках документа, который свидетельствует о том, что вы отдали денежные средства, вы вряд ли сможете доказать, что товар или услуга оказана непосредственно. Вот какую важность представляет из себя, кажется, элементарный кассовый чек. Ну, да, но тут, понимаете, вот эти онлайн-кассы, мы не первые. Россия не первая. То есть эти онлайн-кассы уже во многих странах мира, они используются, и широко используются. И, в принципе, это и для бизнеса тоже неплохо. Свои плюсы есть. Да, плюсов-то много, я бы сказал. Поэтому еще раз призываю, используйте кассовые аппараты, осуществляйте гражданский контроль. Спасибо вам за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. До свидания. Прощаюсь я и с вами. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин